iPhone 15 Pro Max греется, процессор A17 Pro не тянет, несмотря на свои 3 нанометра и аппаратный рейдтрессинг. Порт Resident Evil Village кривой, как самая жизнь, игра вылетает рандомно в каких-то совершенно неочевидных моментах. И это все игровой опыт от Apple. Нам в презентации ребята показывали, что вот эта штука за 200 тысяч рублей это будущее мобильного гейминга. И я даже поверил, потому что почему нет? В итоге я тут играл в самолетики, летел в тот самый Resident Evil 8 и, вы знаете, преисполнился. Потому что берешь внешний отдельный геймпад и получается как будто себе гейминг. Но при этом есть куча претензий к тому, как это реализовано здесь и сейчас. Более того, я посмотрел в интернете и не нашел адекватных геймерских аксессуаров. Да, есть всякие MagSafe, вот такие вот прикольные кулеры. Чуть не приклеился. Вот такие магнитные прикольные. Есть еще всякие штуки, но нет ультимейт-девайса, чтобы кайфануть от мобильного гейминга. Вы знаете что? Мне пришлось придумать свой. И сегодня из говна и палок вот здесь непосредственно вместе с вами мы соберем то, что будет являться прототипом будущего геймерского мега-сетапа. Ну серьезно. Я, я, там проводят, блин, по этим мобам какие-то турниры. Нету ни одного рабочего решения. Вы че? Ну и, конечно, я расскажу вам про Resident Evil, тот самый 8 и посмотрим, как он реально идет на айфоне. Заварить что-нибудь вкуснее, кого поесть, попить. Поехали. Вы скажете, а зачем вообще играть мобильно, когда можно вот так замечательно на студию-дисплее, либо на огромном телевизоре? Наша происходит мирроринг и вполне реально круто выглядит. Вот тебе геймпад понеслась. Соглашусь, на самом деле, и как будто бы это сильно меняет вообще восприятие. Мы, наконец-то, доросли до того состояния, когда можно на одном непосредственном устройстве делать все. И рабочие вопросы, и телефоны, поиграть, и бла-бла-бла. Но мне все-таки кажется, что мобильный гейминг, он все-таки мобильный, в этом его и прикол. В данном случае Димитреско, кстати, не любит, когда холодно. А, нет, любит. Ха-ха-ха-ха. Но зато у меня есть шотган. Ты станешь изумительным вино. Ладно, я знаю, что ее не убить, поэтому мы будем от нее убегать. В общем, народ, да, очень круто играть на телевизоре. Но сегодня мы будем говорить про мобильный гейминг. Вот в чем все счастье. Многие из вас сейчас смотрят это видео и думают, а нахрена я это делаю? У меня нет iPhone 15 Pro Max какого-нибудь, чтобы кайфануть вот так вот в современные игры. А я вернул вам 2009-й, народ. Вы же помните, что я директор по анпакингу Nvidia и обещал вам iPhone за 15 тысяч рублей, как я, собственно, покупал в 2009 году. Так вот, с завтрашнего дня стартует крутейшая акция. В магазинах Nvidia Eldorado покупаете любые товары, абсолютно. Главное, чтобы общая сумма в чеке была 15 тысяч рублей или больше. Регистрируйтесь и получайте возможность выиграть один из 15-ти пятнадцатых айфонов. Вот так классно. По ссылке в описании все подробности. Удачи. Собственно, понеслась, народ. Многие из вас скажут, что играть на мобильном телефоне это вообще извращение. Потому что современные пользователи выбирают Steam Deck, либо вот такой Rock Eli, либо вот у меня здесь есть Lenovo Legion Go, у которого на манер свитча вот так вот отстегиваются контроллеры. На худой конец можно в принципе и в свитч играть. И я с вами соглашусь, как будто бы iPhone это действительно не самое разумное решение. Более того, в экосистеме Apple существует iPad на M.2 процессора, где также есть Resident Evil, и как будто там и экран большой, и играть комфортно. Но как будто вот нет у меня в этом вот прикола, понимаешь? Вот здесь вот нравится. Но есть два фундаментальных косяка. Первый, это то, что если ты ставишь на подставочку этот телефон, то он достаточно далеко от тебя находится, хочется, чтобы он был ближе к глазам. И второй, если ты используешь какой-нибудь держатель непосредственно для телефона, то это колхоз вдвойне, потому что это все тяжелое, это все странное. Предположим, ты выбрал DualSense, а я напомню, что с уже достаточно давних времен к iPhone можно подключать оригинальные контроллеры от PlayStation, либо от Xbox. И вот я купил вот такую китайскую мандалу. Вот так это все сюда пристегнул. Вот так это сюда все вставил. Собственно, ровно это я и сделал. И вы знаете, это очень неудобно. Это тяжело. Это, ну, мало того, что это колхоз, но это просто реально тяжело. Потому что долго в таком сетапе играть не получится. А я говорю про нормальный такой уважаемый гейминг пару-тройку часов. Потому что сюжетная игра. Это не сессионка, куда ты залетел, там каких-то ботов, мобов поубивал. Здесь надо вот в сюжет, понимаешь, вкидываться. Поэтому вот это не рабочее решение. Хотя многие пользуются, я уверен, кому-то даже нравится. Какая альтернатива? Правильно. Это вот такая прибамбасина. Мы про подобную рассказывали. Я купил, думаю, с Xbox. Ва, круто. И я уже в нашем Телеграме анонсировал этот прикол. Я попался в ловушку USB-C. Я купил контроллер для айфона. И что правильно? Он с лайтнингом. А на старых айфонах резидент просто не идет. Поэтому вот эта штука, там что-то 19 тысяч рублей я ее купил. Можно найти дешевле, но я взял за 19. Она просто не нужна. Я посмотрел, что есть на рынке. И нашел вот такую штуку. Это GameSir X2. И вы знаете, это нормальная контора. Они делают интересные штуки. И конкретно это решение для андроида. Подумал я. Чего бы не использовать братскую помощь. Потому что у нас же теперь USB-C. Смотри, какая штука прикольная. Вполне себе годится. Но оказалось, что она не работает с айфоном. USB-C, USB-сихой. Все это вставляется. Все это можно подкинуть. Но оно, к сожалению, не заводится. При этом у нас горит даже голубой огонек. Понимаешь, что здесь видно, что он голубой. Он горит. Но контроллер не работает. Даже Siri что-то высветилось. Короче, не получилось, так сказать, обмануть систему. Я думаю, что в какой-то момент выйдут апдейты. И все вот эти Android-ля решения смогут работать с новыми айфонами. Но пока извини. При этом у этих чуваков есть версия X3. И она с кулером. И с кулером это прикольно. Потому что, как я понял, без охлаждения жизни нет. Потому что тебе нужно, во-первых, телефон заряжать. Он достаточно шустро разряжается, если ты играешь в тяжелую игру. A17 Pro процессор горячий. У нас был ролик и про перегревы. И мы мерили тепловизорами всю эту штуку. Можно, короче, жить. Но когда у тебя тяжелая игра плюс зарядка, все это греется вдвойне. Поэтому нужен кулер. И здесь подойдет любое решение, которое есть на рынке сейчас. Либо вот такое, как я показывал, MagSafe. Либо вот такое с креплением уже попроще. Пожалуйста, welcome. Здесь есть еще экранчик. Нахрен не нужный. В общем, это стало нормальной практикой. Если еще вчера это была гиковская странная фигня для нердов. Помните слово такое было? То сегодня это уже окей история. Потому что без охлаждения, серьезно, в долгую ты не поиграешь. Пока я в интернетах лазал, я нашел вот такой офигенный MagSafe Powerbank с активным охлаждением. Охренительный. К сожалению, в Москве пока купить не получилось. Но я точно его добуду. На 10 тысяч миллиампер часов. Жалко, что подставки нет. Здесь ребята промахнулись. Но кайфовый дизайн. Залез на их сайт. Там у них есть вот такой Powerbank на 20 тысяч с экранчиком. 130 ватт выдает. То есть от него можно заряжать MacBook Pro 16 дюймов и абсолютно не обламываться. Но мне нравится вот этот прозрачный дизайн. На сайте указано, что это первый в мире подобный прозрачного дизайна Powerbank. Хрен бы с ним, выглядит прикольно. Поэтому я вообще преисполнился и понял, что надо найти каких-то крутых аксессов и вам отдельно про них рассказать. Если интересно, пишите в комментах. И все, народ. Нету ни хрена рабочих решений. Есть вот такой ублюдок. Это мобильный кулер с хватом. Только он абсолютно не решает никакую проблему. Потому что тебе все равно предлагают тыкать в экран. А любая более-менее нормальная игра с наэкранным управлением, это сразу забеет. Это не юзабельно. Я попробовал Resident Evil, но это вообще смерть. Ну это невозможно, да? Отсово совсем. Поэтому получилось так, что пришлось придумывать самому. И сейчас мы вот это убираем сюда. И начинаем творить. Итак, что я хочу. Мобильный гейминг в моем понимании это внешний вот такой вот геймпад. Вот это все с хватом а-ля Rock L.I. Steam Deck. Ну, возможно, я стал старый, но мне некомфортно это держать в руках. Да, можно разместиться там на коленке, на живот, так-сяк, прислониться. Колхозинг, понимаешь? То, что я сейчас буду делать лютый колхозинг, в моем понимании Steam Deck, ну, не очень удобно. Потому что, да хрен его знает. Мне не понравилось. Я попробовал, это я не получил ни разу удовольствие. Я и в God of War играл. И многое пытался пройти. Невозможно. Греется, гудит, как мразота. Нахрен надо. Соответственно, мы будем делать стенд. Что я хочу от него получить? Я хочу, чтобы он заряжал телефон в момент игры. Да? 20 тысяч миллиампер часа мне вполне хватит. Я думаю, на 3-4, там, 5 часов игры. Вот мобильный гейминг нормальный. Соответственно, мы берем Powerbank. В данном случае от Xiaomi. Такой стоит в районе 5-6 тысяч рублей. Дальше. Мне нужен мобильный стенд. В данном случае это Ugreen. И нам абсолютно любой подойдет. Этот компактный, типа, складывается. И наша задача сейчас разместить его непосредственно на вот этом Powerbank. Чтобы получилась вот такая конструкция. Да? И это будет наш мобильный игровой стенд. Соответственно, мне нужно вот эти резиновые ножки отрезать и приклеить это все на двухсторонний скотч. Ну, потому что прототип, как я и обещал. Для наших задач колхозинг годится. Мне надо, чтобы просто держалось. Давай так. Они как будто созданы друг для друга. Понял? Собственно, уже что-то появляется. Да? Чувствуешь? Теперь нам нужно прикинуть, как это будет работать с кулером. И тут самая большая засада. Потому что все эти стенды, они работают следующим образом. Просто держалка. Да? Нам бы, конечно, было прикольнее, если бы эти ножки были без подставки. Или как-то это было по-другому решено. Ну, в данном случае, вот такой колхоз. При этом она имеет лифт. И это замечательно. Но мне хотелось бы, чтобы эта штука поднималась еще выше. То есть, примерно вот настолько. Объясню почему. Потому что, вы скажете, зачем ты вообще этой всей фигней занимаешься? Ведь у тебя есть божественный вот такой пауэрбанк-энкер, который ты можешь приложить к своему телефону. И он уже что-то происходит. А дальше ты вот так его собираешь, ставишь. И у тебя полноценная подставка. И ты можешь сделать вот так и играть. Да? Нормально же играть. Все. Ровно так я в самолете и делал. Но проблема в том, что так слишком низко. Вот так экран действительно маленький. А в моем случае, вы делаете вот так. И это уже совсем другой расклад. Кроме шуток. Вы можете подумать, что я с ума сошел. Нет. То есть, вот так уже лучше. Было бы классно, если бы телефон находился где-то вот в этой части. Вот это вообще гейминг. Ты не сидишь сгорбившийся, как черт над этим телефоном. Вот эта вот позиция странная. Ты как Глориус пользователь расплавляешь пречи, садишься и вот так вот, понимаешь, полноценно играешь. Да, маленький, ты подми поближе. Вот так вот сидишь и играешь. Кайф. При этом, при этом, еще раз напоминаю, что у тебя телефон заряжается. Но этого недостаточно. Потому что в данном случае в наш сетап мы добавляем мобильный вот такой замечательный кулер. В данном случае конструкция становится совсем не секьюрной. Но мы можем же это все приклеить вот так вот сюда аккуратно. Потому что да, конечно, он отсюда сосет воздух. Но а что делать? Нужна другая подставка. Но я вам показываю прототип. Этот кулер приколен тем, что он реально клеится к айфону. И это здорово. Правда, в данном случае он не оптимально охлаждает устройство. Поэтому в моем проекте здесь должна быть такая более широкая история с пластиной, которая как раз отводит тепло. Это такое компромиссное решение. У них есть вот такая вот пластинка на клейкой основе, которая клеится на случай, если вам надо непосредственно кулер при сандалии к телефону, который не имеет магнитов. Но как будто это, ну, такое себе решение. Поэтому в моем понимании должна быть платформа с MagSafe, сразу с кулером и ножки на случай, если ваш телефон не имеет магнитов. При этом конструкция может быть действительно достаточно компактной. Все вот это складывается, в какой-нибудь чехольчик убирается и у тебя лежит в рюкзаке до востребования. В этой площадке нет, сразу ножка, лифт, бла-бла-бла. Все, ты поставил, подкинул, заряжаешь, охлаждаешь, кайфуешь, все. Единственное, что бы я еще сделал, это внизу резьбу под штатив, например. Объясню почему. Потому что у меня есть вот такой GorillaPod. В данном случае он прикручен к держалке, но я бы вот эту, собственно, резьбу вкручивал непосредственно в Powerbank. Зачем это нужно? Потому что можно придумать аксессуар не вот такой GorillaPod. Можно взять их опцию с подзилой какой-нибудь или еще что-то. И вы тогда можете это все крепить куда угодно вообще. То есть в данном случае мобильный гейминг, он подразумевает комфортное размещение этого сетапа, да хоть куда угодно, понимаешь? Вот на ножку какого-нибудь стола прикрутил и под столом сидишь играешь. Или к старшеру, или еще куда-то, потому что эта гибкая фигня позволяет тебе разместить это как угодно. Либо вот так вот опять же играть. Я поставил, сам понял, насколько это дебильно выглядит. Окей, ну короче, это рабочая история, рабочая. Просто если аккуратно сделать, продавать это за не совсем охреневшие деньги, вот я тебе придумал гаджет. Если кто-то умеет в такие вещи и соберет мне более-менее живой продукт, честь и хвала, я обязательно сделаю отдельный видос. Ну красота, колхоз, но зато, понимаешь, и охлаждается, и играешь в счастье. Все, мне нравится. Я вот это пока уберу, потому что это совсем как бы сложно. Вот так рабочий прототип, рабочий, вообще кайфовый. Давайте, собственно, расскажу про Resident Evil Village, он же 8. А, собственно, сказать особо нечего. Максимально ленивое портирование, потому что в игре оставили все настройки с ПК-версии. Вы можете колдовать себе вот с этими сетапами производительности, либо качества. И на самом деле это весьма странно выглядит, потому что я не хочу такого на мобильных устройствах. Мне это не нужно, как на консолях. В лучшем случае качество производительности, и не надо давать возможность настраивать другие опции. Потому что я, конечно, вначале натыкал себе всего классного, и телефон не тянул это в добоваримом FPS. Тут можно выбрать и разрешение, и какие-то другие вещи. Нахрена вы это делаете? Непонятно от слова совсем. Я считаю, что с этим моментом сильно просчитали. Что касается самого порта, работает, на удивление, неплохо. Да, иногда вылетает, но не так жутко, как мне казалось. То есть я играл несколько часов без проблем. Но, опять же, большая игра, у нее свой геймдизайн, она не совсем подходит для телефона. Потому что если вы не знакомы с серией Resident Evil, то сохранение там происходит в специальных комнатах на пишущих машинках. Соответственно, между этими комнатами большой разбег, иногда по 30-40 минут. А у вас все-таки это мобильный гейминг, здесь и сейчас нужно сохранение. Почему эту опцию не добавили непосредственно в телефон, непонятно. То есть, чтобы вы понимали, эта игра никаким образом не адаптирована непосредственно под телефон. Ни чуть большие шрифты, ничего. То есть, в целом, все по дефолту. Сам ковыряй, сам что-то настраивай. Я считаю, что это супер ленивый порт, за который надо карать. Ну, серьезно, это абсолютно ни в какие ворота не лезет. Что касается самой игры, она уже вышла какое-то время назад. Есть и DLC, все это можно купить. Я себе, конечно, взял бесконечное оружие, вид от третьего лица и совсем другие эмоции. Потому что Village я играл на PS5. Так вот, самое бесячее в моем понимании, это то, что игра качается из App Store, вы оттуда тянете 2 гигабайта, потом в самой игре докачиваете еще 8, потом еще 10. И это какой-то бесконечный процесс. Какого хрена так происходит? Я бы не бомбил, если бы оно качалось в фоне. Проблема в том, что это все качается непосредственно в приложении, когда оно активно. И ладно, если у тебя быстрый интернет, проблем нет. А если ты находишься где-то на отдыхе, как я в тот момент, то в отельном Wi-Fi это все тянется к какой-то вечности. И это, конечно, проблема, потому что система никак не адаптирована под этот самый мобильный гейминг. И сейчас важный момент, народ. Я реально верю, что у Apple на руках охреневший процессор. У них есть своя экосистема, собственно, и устройств, и наушников, и всего остального. Им вот полшага осталось для того, чтобы дойти до портативной консоли. Но был у них в свое время iPod Touch, который они как раз пытались сделать игровым устройством. Но тогда не очень получилось. Что мешает сейчас? Сейчас, ребята, Apple, ну этот самый аркейд, который входит в подписку, бла-бла-бла, ну не тянет он. Я понимаю, что 90 тысяч миллионов процентов людей играют в шарики, им это все нахрен не надо. Они сейчас смотрят, ну сумасшедшие. Но есть хардкорные геймеры, которые хотят, типа, GTA 4, сделайте мне на iPhone. Большие игры сюжетные, прикольные. Все это можно делать. И Resident Evil показывает, что это играбельно, более чем. И скоро выйдет Death Stranding. И я надеюсь, что эти, собственно, примеры запустят большой, мощный гейминг на iPhone. Welcome здесь и сейчас. Но нужен специальный лаунчер. Нужны аксессуары. Нужно вот это все. Ничего нет. Не потому, что не надо, а потому, что почему-то никто этим не озадачился. И я правда верю, что тот, кто первым серьезно воткнется в гейм-аксессуары для iPhone, прям на хорошем уровне, может неплохо заработать на этом. Потому что, ну, это рабочая история. Как минимум, классный сетап, который позволит тебе подключиться и к непосредственно экрану. Потому что даже в случае, если ты играешь на большом, там, телевизоре, тебе все равно iPhone надо охлаждать, все равно надо его заряжать. Все равно какие-то геморрои происходят. А значит, нужны все эти конструкции. Ну, а сама игра прикольная. Если вы не прошли, и вы счастливый обладатель вот этих устройств, то, как говорится, welcome. Ну, что ж, а на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. И хочется, чтобы мобильный гейминг на iPhone действительно уже вышел из этого какого-то супер-казуального состояния. Но все равно же прикольно. Я вспоминаю Infinity Blade. Все это продает. Я не понимаю, Apple это продает. Купите две студии. Дайте им 100 миллионов долларов. Пускай они сделают какую-то крышесносящую демку. Чтоб рожа вообще плющилась как не в себя, как сделали Unreal Engine 5 и Матрица новая. Помните, все сидели такие, да ну нафиг. Вот это нужно, чтобы люди могли говорить, на моем iPhone такой графонии вы вообще все отлетаете. Сделайте мне какую-нибудь адвенчуру на 5 часов, какую-нибудь супер графонистую, классную, вау. Понятное дело, что все этими донатными помойками и другие справятся. Красиво делайте. И к релизу нового iPhone выпускайте 2-3 игры. А тут много не надо, вон Sony выпускает полтора релиза в год и никто их не дергает нормально. Вышел Spider-Man 2 на ассетах Spider-Man 1 и вообще кайф. 9,5 оценочки. Короче, вот тут я прям вижу, что в этом должно быть будущее, б***ь. Плюс это один девайс. Опять же, в чем проблема? Вы скажете iPad'а или какого-нибудь Roga. Это все какой-то парк устройств. Так тоже колхоз. Но по большому счету все это не нужно, да? Мне ничего не мешает в этот самый Resident' играть вот таким образом. Вот, супер мобильно, пожалуйста, играй. Welcome. Могу даже вот так играть. Пока.